Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кроме как добиться соседних камер Иного способа я не вижу для вас, Тед Ты же любишь эту девушку Отец, а ты позволил бы Лиле Лайт совершить собственное бракосочетание? И кроме того, она терпеть меня не может Успокойся, новобрачные всегда очень нервничают Я нервничаю Хейли ненавидит меня Что ж, какое-то время вам придется обойтись без романтики Вы можете жить вместе, как товарищи Я ведь не говорю, что вы должны любить друг друга Единственное, что вам надо сделать, это пожениться Он прав, сын Отец, Мэйсон никогда не бывает прав Если Мэйсон говорит, что можно на что-то положиться Значит, что-то здесь нечистое Тед, я не преследую никакой корысти А просто хочу спасти твою шею Может, ты перестанешь противиться? Ну, и каков вердикт? Если Тед хочет, я сделаю это И я, если ты хочешь Единодушное решение Давайте приступим к делу Подождите Что еще? Я понимаю, обстоятельства не из лучших Но для Теда и Хейли это важный день Давайте хотя бы создадим атмосферу свадьбы К чему ты клонишь? Почему бы нам не сделать им что-нибудь приятное? Чтобы они запомнили этот день Думаешь, они его могут забыть? Все равно Давайте как-нибудь все приукрасим Ты, например, могла быть шафером у Теда Только не это Ну, хорошо Как тогда насчет отца? Ладно, я согласен Спасибо, Тед Всегда приятно быть нежеланным Я польщен, сынок Отлично Если это все, мы можем начать прямо сейчас Минуточку Я хочу быть посаженной матерью И кроме того Жена, это не королевская свадьба И у нас мало времени Не дави на меня Невесте нужен букет Кто знает, где в это время можно раздобыть цветы? Сейчас уже все закрыто Ну, я мог бы послать домой Попросить садовника Пожалуйста Мне не нужно цветов, хорошо? Но ведь тебе нужно кольцо Да, она права Нам нужны кольца Почему бы тебе не дать ей одно из твоих старых кольц? Я хоть и сентиментально, Сеси Но я не ношу их с собой Дайте мне несколько минут Я что-нибудь раздобуду Ладно, Джина Давай оставим все так, как есть Пусть Лили совершит ритуал И с этим будет покончено Да, все это чушь Лучше перейдем к делу Я не считаю свадебные кольца чушью Я хотела сказать, что не стоит тратить время на их поиски Хейли, я согласен Если ты решил, что я помирюсь с тобой То ты сошел с ума Сколько раз за эти последние несколько дней ты мне лгал? Может, вы побережете силы для сражений после свадьбы? Ты хотела что-то придумать, давай побыстрее Я скоро вернусь Почему в полиции никогда не бывает цветов? Им надо бы украсить свои помещения И это вполне сойдет Добрый вечер, дамы Мэйсон, дорогой, ты пришел вытащить нас отсюда? Нет, Дон У Джинджера заготовлено для вас другое представление, девочки Привет, Джерри Привет, Мэйсон Послушай, Дон, я обратил внимание на твои кольца У тебя прямо целая коллекция Знаешь, ты могла бы оказать мне великую услугу? Мой младший брат через несколько минут женится, а у него нет обручального кольца Здесь ты не найдешь ничего подходящего Да, печально Я с глубоким почтением отношусь к святости брачной церемонии Неужели у тебя не найдется ничего подходящего? Сплошной хлам Но я выложила за них кругленькую сумму Если ты хочешь их получить, тебе придется раскошелиться Никаких сантиментов Бизнес есть бизнес Ну еще бы Дай-ка взглянуть Давай, снимай-ка вот это Джина Посмотри, что я нашла Цветок для невесты? Прекрасно Посмотри, что я нашел Кольцо! Великолепно! Что скажешь? Ты добыл его у какой-нибудь бывшей подружки? Не будем уточнять источник, ладно? Хорошо, не будем Возможно, благодаря нам, Тед и Хейли Избавиться от ощущения, что их женят в полицейском участке Сделаем все, что в наших силах Я так волнуюсь Я понимаю, что веду себя глупо Но мне всегда хочется плакать на свадьбах Думаю, и твоим мужьям тоже Мэйсон, поосторожнее Знаешь, мне кажется, они очень привлекательная парочка Думаю, они отлично уживутся и подарят Сиси прекрасных внуков Тебе не дает покоя тот капитал, что Сиси установил для первого внука? Мои мысли далеки от этого Сильно сомневаюсь Им вовсе не понадобится тот капитал Я собираюсь так все уладить с Сиси, чтобы они смогли жить вместе с нами У нас будет большая и счастливая семья Прямо мамаша Бейкер и ее дети Нам с Нэнси Рейкенс обеим нравятся бич-бойс Все готовы? Давайте начнем Пожалуйста Хорошо, раз все готово Глупо Ты прав Немного рановато, но ничего Отец, нам это ни к чему Ты прав Лили, ты готова? Готова Тогда начинай Дорогие влюбленные Мы собрались здесь все вместе перед лицом Бога Я хочу прекратить все это Туда нельзя Прочь Я позабочусь об этом В чем дело? Мистер Кэппл Ты отлично знаешь, в чем дело, Мэйсон Господа, мистер Уоллес очень расстроен, что здесь недавние смерти его жены К нему следует относиться с почтением Но, тем не менее, вы видите его из комнаты Понятно, сэр Как можно после этого доверять закону? Ты позволяешь убийце Эми выскользнуть на свободу? Здесь происходит всего лишь свадьба Теда и Хелли Чтобы они не могли свидетельствовать Господа, как это ни прискорбно, но должен заметить, что мистер Уоллес пьян и его придется задержать Подождите Прекратите Прекратите, что здесь происходит Что с тобой? Она хотела удостовериться, что я не знаю, в чем дело Идем В чем его обвиняют? Мы задержим его, пока все не успокоится Я никогда не успокоюсь Почему никто не может это понять? Конечно же Для вас я просто шут, клоун Который всегда появляется не вовремя И от которого приходится избавляться Чтобы он не компрометировал вашу семью, ведь так? Но я не успокоюсь Потому что время не залечит мои раны Слышите? Не залечит Отведите его в комнату, пока я не приду А ты наблюдай, София Смотри, что происходит Ты отличная мать К черту вас! Кольцо, пожалуйста? А теперь повторяйте за мной Надевая это кольцо, я беру тебя, жену Минуточку Тед, возьми вот это Спасибо, мама Надевая это кольцо, я беру тебя, жену И даю обет верности И даю обет верности Властью, вверенной мне штатам Калифорния Объявляю вас мужем и женой Ты не хочешь поцеловать невесту? Нет Вероятно, нет Хоть в чем-то мы согласны Поздравляю, дело сделано Не будьте такими мрачными Полагаю, что теперь можно скинуть раурные маски Всем нам немного надо расслабиться и попытаться извлечь что-нибудь приятное из всего этого Я распорядился, чтобы Тина накрыла на стол, надеюсь, вы не будете против Отличная мысль Нет, благодарю Что будет с Бриком? Мы выпустим его завтра, когда он немного протрезвеет и успокоится Неужели это было так необходимо? София, он задержан за нарушение общественного порядка Завтра я ликвидирую эти записи Мне пришлось это сделать Он глупо вел себя, и ты это видела сама? Я рад, что нам удалось вытащить оттуда Теда и Хейли Он был в ужасном настроении А что теперь будет с нами? Обвинения против вас обоих будут сняты завтра живу Единственным свидетелем преступления, приписываемого Хейли, является ее муж Поэтому тебя нельзя привлекать к даче показаний Как окружной прокурор, я не могу вести дело без свидетелей Чисто Ничего не скажешь Полагаю, что мы выполнили все, что от нас требовалось Я обо всем позаботилась Джина, твое присутствие здесь никому не нужно Си-си, думаю, ты будешь мне благодарен, когда узнаешь, что я сделала Надеюсь, что и новобрачные по достоинству оценят твои хлопоты Я заказала президентский номер Так что вы сможете отпраздновать свое бракосочетание в полном комфорте Джина, никакого празднования не будет Да, она права У нее есть свой дом, а у меня свой Что? Это аморально Подождите, нравится вам это или нет, но вам придется, по крайней мере, изображать законный брак В противном случае, власти подумают, что мы просто пытаемся обойти закон Хорошо, и как долго это должно продолжаться? По меньшей мере, год Год? Что поделаешь, но, по крайней мере, вы сможете немного пожить в комфорте Ну, а раз вы не намерены праздновать, тогда я отвезу вас в отель Да, так будет лучше Я хочу, чтобы вы дали друг другу шанс Я люблю вас обоих Мы все вас любим Мама, завтра мы все обсудим и что-нибудь придумаем Я думаю только о том, как с этим покончить Ну, Хейли, больше энтузиазма Постарайся быть веселой Джина Ты здесь никому не нужна, когда мы вернемся, чтобы тебя здесь не было Что я такого сделала?